Иван, поздравляем вас также с этой победой, поздравляем с наступающим Новым годом, желаем счастья, здоровья, дорасти до почетного донора. Свой первый новогодний подарок Иван получил от Центра переливания крови. Два года назад мужчина решил стать донором, пока за плечами у него всего семь донаций. Цель у Ивана благородная – стать почетным донором. Хоть как-то внести свой вклад в здравоохранение, решил начать сдавать кровь. Впервые позвала знакомая в 2020 году, съездил с ней за компанию. Это безопасно, полезно для организма. И сдавая кровь, мы помогаем другим людям. Но вырос спрос на антиковидную плазму. Медикам удалось собрать около 4000 литров крови. Год запомнился и большим количеством выездных мероприятий. Мобильные пункты по переливанию крови стали очень востребованы у южноуральских студентов. У нас люди с удовольствием приходят на выездные донорские мероприятия, потому что это удобно. Мобильный комплекс приезжает на территорию либо учебного заведения, либо на территорию места работы донора. И, конечно же, не нужно тратить свое время на дорогу. Стать донором может не каждый. Основное противопоказание – высокое давление, бронхиальная астма и маленький вес. Если ты меньше 50 килограммов, о донорстве забудь. Ограничения есть и для тех, кто недавно вакцинировался. После прививки нужно подождать месяц, прежде чем сдавать кровь. Тем, кто все же решился на сдачу крови, нужно выпить две чашки чая и несколько дней придерживаться особой диеты. Быть морально готовым. К этому надо быть именно эмоционально настроенным человеком. Во-вторых, соблюдать, конечно, определенную диету для того, чтобы кроводача прошла спокойно и все анализы были в норме. Соответственно, нужно соблюдать определенную диету. Это не употреблять алкоголь, не употреблять жирного, не курить. Для мужчин сдавать кровь рекомендуется не больше четырех раз в год. Для женщин – двух раз. Каждый день в центр приходит около ста человек. Южноуральские медики ждут доноров и на новогодних каникулах. Отдыхать центр планируют только до 4 января.